Президент Хыргызской Республики Садыр Дяпаров подписал указ о некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Хыргызской Республики. Цели и задачи, которые преследуют этот документ, абсолютно прозрачны и понятны. Но, судя по отзывам и некоторым публикациям в социальных сетях и в интернете, у жителей Республики есть некоторые вопросы к тем, кто призван реализовать эти задачи на деле. Здравствуйте! Действительно, указ сам по себе не содержит ничего сложного и не ставит невыполнимых задач. Директор школы сегодня, по сути, безоговорочный диктатор небольшого государства, где его слово, закон, его идеи и наставления – это руководство к действию. Вы не поверите, даже демократическое развитие независимой республики нисколько не влияет на этот авторитарный режим. Директор решает все внутренние вопросы школы. От его решений и указаний зависит распорядок деятельности образовательного учреждения, морально-нравственный уровень и жизненный уклад отдельного педагогического сообщества. От него же во многом зависит и будущее детей, и отношение родителей к системе образования, в частности, их оценка прозрачности и уровня развития системы. Согласно существующим требованиям, директор школы обязан иметь высшее педагогическое образование. Но его деятельность на этом посту требует от него, и не в последнюю очередь, дополнительных познаний в бухгалтерии, в экономике, в технологии строительства и ремонтных работ, требует навыков снабженца и доставалы. В фильме «Доживем до понедельника», если помните, директор школы, учитель истории по образованию, двумя фразами определил свое место. «Я завхоз, вот достану новое оборудование, радуюсь, вывью кондиционеры, горжусь», — говорит он. При всем при этом от директора школы в конечном итоге зависит степень занятости учителя в образовательном процессе, а значит, и уровень его заработной платы. Так хорошо все это или плохо, в конце концов? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, на мой взгляд. Попробую объяснить, почему. С одной стороны, директор в современной школе должен быть немного диктатором, ну хоть самую малость. Авторитет директора — это стержень, на котором держится благополучие и развитие школы. От него же зависит и трудовая дисциплина в педагогическом коллективе, контроль уровня получаемых учениками знаний. Соблюдение общих правил с школьниками тоже во многом зависит от авторитета директора. Ну вспомните, обращение учителя к нерадивому ученику. Тебя вызывают к директору. Обычно это действует на нарушителя школьного спокойствия как магическое заклинание. Но все эти плюсы авторитарного режима в школе возможны, если авторитет директора и педагогическим коллективам, и учениками школы признается безоговорочно, как положительный результат работы грамотного специалиста и честного, незапятнанного человека. Такое бывает. Подобные люди были всегда, они есть и сегодня. Правда, надо признать, что их совсем немного, но они есть. Они годами работают, думая только о школе, о том, как обустроить доверенный им храм знаний, оберечь его от неудач и сделать школу престижным и успешным очагом образования. Думают, где, что и как приобрести для школы, что нового внести в ежедневный образовательный процесс, как подтянуть и систематизировать знания, которые ученик должен получить за годы учебы, как повысить профессиональный уровень педагога, чтобы знания его учеников не были поверхностными и половинчатыми. Поверьте, это очень большая нагрузка и огромная ответственность. Уход такого руководителя может весьма негативно сказаться на состоянии школы, коллектива и привычной организации учебного процесса. А с другой стороны, есть руководители образовательных учреждений, которые занимают должность директора школы много лет. Люди совсем иного толка. Они тоже имеют свое авторитетное слово в коллективе и тоже делают все, чтобы в школе было новое оборудование, современная техника, технологическое обеспечение, но у них со временем появляется ко всему этому своеобразное отношение. Отношение к школе как к своей вотчине, к своей собственности, как к источнику собственного благополучия и личного обогащения. Их многолетний труд и вклад в успех школы ими же воспринимается как личный вклад в собственные доходные предприятия. И, к сожалению, таких немало. Коррупция и мздоимство прочно прописались в стенах школ, особенно городских. Вымогательство ежемесячных взносов, пусть даже через родительские комитеты и различные там фонды. Придирчивый и явно мотивированный отбор детей при приеме в школу. Все это в совершенно определенной степени имеет место почти в каждой школе. Но чаще всего эти неблаговидные явления приживаются в престижных городских школах. Об этом говорят и сами родители учеников, которым ради своих детей приходится ежемесячно платить школьные взносы, скидываться, так сказать, на различные мероприятия, на подарки учителям и прочие чудачества коллектива и директоров школ. Хотя с виду и не скажешь, а школа все больше становится дойной коровой. Кормят ее родители, а дует директор. Такая вот оборотная сторона медали. Итак, есть положительный опыт и соответственный результат многолетнего бессменного руководства общеобразовательного учреждения. И есть оборотная сторона медали. Очевидно, что правильно было бы в данном случае найти дифференцированный подход. Но ситуация в системе школьного образования и пореформенные обстоятельства в стране такого выбора не оставляют. Потому и подписан данный указ президентом страны. Потому и назван конкретный срок работы в должности директора школы 5 лет. Это время позволяет назначенному на конкурсной основе претенденту проявить свои возможности, профессиональные и организаторские качества, поднять уровень работы коллектива на должную высоту и добиться организации полноценного образовательного процесса в обверенной ему школе. Несомненно, положительные результаты 5-летней работы станут основой участия его в последующих конкурсах на замещение вакантной должности директора школы. А теперь вопрос о конкурсном отборе и тестах. Кто составляет тесты и кто определяет их валидность? Другими словами, их годность, обоснованность, весомость. А кто определяет компетентность тех, кто должен определить валидность тестов? Говоря словами классика, а судьи кто? Им верить можно? Нет, это не мои вопросы. Это все вопросы пользователей социальных сетей. И вряд ли они чисто риторические. Судя по всему, тесты уже готовы. И специалисты Министерства образования намерены в течение августа провести конкурсный отбор на вакантные места почти в тысячи школ республики. На сегодня 966 директоров школ подпадают под действие указа. То есть к моменту вступления в силу данного документа срок их пребывания в должности директора составляет 5 и более лет. Кто-то из них, возможно, попробует свои силы в конкурсе на общих основаниях. А кому-то, возможно, повезет меньше в силу возраста или иных причин. Как бы то ни было, назначение директоров школ на основе конкурсного отбора вполне в духе времени. И этот шаг в рамках реформирования системы, очевидно, поможет привести Кыргызстан к решению многочисленных задач и проблем школьного образования. Проблем, накопившихся за последние 30 лет. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok